Сейчас вам загружается ролик и насчёт этого Адама. Не надо мне писать, что мужик брешет, что мужик врет, что мужик там что-то ещё делает. У мужика очень хороший доход. Он тогда ещё мне называл цифру, которую ему платят. Он работает по две смены. Он вот, когда мы с ним встретились, он говорит, я пашу две смены. Две смены. Утром приходит на завод и вечером уходит. И он такую цифру мне называл зарплатой, что я тогда ещё удивилась. Такую цифру платят одному рабочему. И то не каждый раз, не каждому вернее. Вот. Что хочу сказать ещё. У него был микроавтобус. Микроавтобус у него был. И он на этом микроавтобусе мотался всё время в свою деревню. В деревне было хозяйство. Было очень много курей. Он в деревню мотался через каждые два дня. Он говорит, я вот им насыпаю корма и наливаю воды. Через два дня прихожу ни корма, ни воды. Он на этих курях имел. Он их и продавал. И вообще и убивал, и продавал всё. И, по-моему, у него ещё были свиньи. Но как он со свиньями справлялся, я не знаю. Я не помню, как он рассказывал. Короче, у него было хозяйство в Чеченском районе. В какой-то деревне. А я, когда вышла первый раз замуж, да, у меня был муж первый. Он был с Залавья. Так я ему ещё назвала эту деревню Залавья. Он говорит, вот Залавья, а моя деревня, а не за Залавьем. Сейчас, минуточку. Меньше огонь сделаю. Он крутился, как мог. Ну, если человек две смены пашет. Я когда-то кондуктором работала, вот две смены пахала. Вы можете представить, что в 6 утра заступить кондуктором и в 2 часа ночи закончить? Я тоже так пахала. Оно не чувствуется. Оно не чувствуется, что ты работаешь две смены. Вот. Что хочу сказать? Что хочу сказать? Ну, да. Так, то это всё правда, что у него квартира в 104-м микрорайоне, потому что мы, когда с ним стояли возле у Нермага на остановке, он пропустил 2.18. Ему нужен был именно 18-й автобус, который шёл в Белицу в 104-й микрорайон. Вот. И, наконец-то, я тогда его на третий автобус усадила. Он так меня звал к себе. Ну, поехали. Я до тебя не дотронулась. Ты просто посмотришь, как я живу. Какая у меня кухня. Какую я себе кухню купил. Какая у меня обстановка. Ну, вы сейчас скажете, пиздёж по-троцки. Но это не пиздёж по-троцки. Надо каким-то людям как-то верить, девочки. Не всех же сравнивать с отсидевшими. Понимаете? Вот. Так как вы. Стоит только назвать город Жодино. Это отсидевшие. Всё. Как только сказать, что военный звонил полковник. Это не полковник. Понимаете? Надо людям как-то хоть немножечко верить как-то. Короче, у меня есть доказательства. Он два восемнадцатых пропустил. И я его еле усадила на третий восемнадцатый. Так я ему запала в душу. Вот. Как-то вот так. Я оправдала его от вашей писанины. А то вы сейчас будете писать. Варю два яйца себе, потому что сегодня проснулась в пять часов. Пять часов проснулась от того, что у меня ломота отсюда пошла. Потом в этот суставчик. Потом к языку пошла. Потом тут что-то у меня покрутило, покрутило. Потом опять сюда вернулась. Вот. В косточку эту. И, короче, бегала. Мне эта боль тут бегала. Я поднялась. Намазала чёрный хлеб маслом. Попила чай. И выпила свои две таблетки. Одну витамину. Одну эту. Полтаблетки этой. Ну, этой таблетки страшной, что мне выписали. Вот. И поэтому с семи утра меня уже подсасывает. Есть рис с мясом. Мне как-то не хочется. Сейчас уже мне надо выходить из дома. Так сейчас быстренько два яйца съем и пойду в приклинику. Пойду в приклинику. Хочу спросить у доктора. Почему мне только эти таблетки, вот которые от тройничкового нерва, от тройничного нерва, да? Почему я не могу ещё пить немисулит, чтобы быстрее прошло воспаление у меня? Сейчас буду требовать что-то противовоспалительное, девочки. Немисил тот или немисулит или медикалом. Что-то буду пробовать. Не знаю. Просить буду. Неужели в сочетании с этими таблетками другое противовоспалительное, оно не действует? Как-то вот так. Ладненько, всё, давайте. Включусь попозже. Вот такая у нас погода. Вот так у нас под ногами всё хлюпает. Всё, что вчера выпало, сегодня всё растаяло. Лузу на дорогах. Вам видно? Здравствуйте. Невермак дальше. 25-й дом. А мой следующий дом. Вон там. Так. Надо куда? Надо сходить в магаз. В магаз сходить. Что там купить? У меня лука нет. Лука купить. Лук. Что-то ещё купить надо. В Невермак не пойду. Не хочу я туда идти. Даже если сладенького захочется, всё можно здесь купить. Приду домой, расскажу вам, как сходила к Бруснёвой. Расскажу. О, лужи какие. Всё, девчонки, расскажу. Как на духу всё выложу. А вы меня потом хлыстом по заднице, по заднице, хлыстом, хлыстом в комментариях. Интересно, что вы там пишите мне. Я вам только что загрузила ролик. Что, интересно, вы пишите? Ладно, выключаюсь. Девчонки, я пришла. Подождите. Пакет забыла. От коридора. Пакет забыла в коридоре. Я тут чуть-чуть всего купила. Так, по чуть-чуть, девочки. По чуть-чуть. Тяжёлая походка у меня, да, девочки? У меня тяжёлая походка. Сейчас кто-то напишет. Дело в том, что у меня ещё на левой пятке шпура вылезла. Я уже прикладываю к пятке магнит. И на ночь приклеиваю пластырь. Пластырь, такой пластырь. Ну, обезболивающий пластырь. Он вонючий такой. Ну, не знаю её как. Ну, всё-таки какое-никакое это лечение есть. Магнит и пластырь. Ну, а сейчас ещё мне моя доктор Бруснёва назначила пять уколов мелоксикама и пять уколов кетеролака. Так что я живу. Я думаю, шпура должна моя обезболиться. Короче говоря, прихожу я к Бруснёвой, я говорю, мне бы узнать свои анализы. Она открывает компьютер. Сахар четыре и девять. Холестерин пять и четыре. Всё у вас хорошо. Лейкоциты хорошо. Гемоглобин забыла я. Оно тоже хороший. У вас анализ крови хороший. Я говорю, доктор, у меня сильно шумит в ушах. И я говорю, ну, то, что оно болтает от этой таблетки, ясно. Она говорит, болтает. А вы ж хотели целую пить. Это я вам по половинке хоть назначила. Зачем, говорит, торопить события? Невралгия лечится месяц, а то и два. Тогда я говорю, доктор, вот я беру четыре пальца и прикладываю вот сюда. Вот за ухом болит эта часть. Она говорит, правильно. Отсюда идёт черепно-мозговой тройничковый нерв. Я, говорит, вам выпишу уколы, мелоксикам и кетеролак. Вы через день походите. День кетеролак уколите, день мелоксикам. Этим мы снимем воспалительный процесс. У вас динамика какая? Я говорю, ну, на 50%. 50% я говорю, мне стало легче. Она говорит, вот, раз у вас пошло на улучшение, спешить не будем. Вот. Ну, короче говоря, уж пандорили уже мне один укол мелоксикама. А вот. А завтра пойду на один укол кетеролака. А вот. Что ещё вам сказать? А больше нечего сказать. 27-го мне к неврологу попрошу на снимок. У невролога на снимок своего черепа. Вчера вообще вычитала, что даже может быть зажим тройничкового нерва от опухоли. Я говорю, лучше бы не было интернета. Как хорошо мы раньше жили. Мы ничего не знали, девочки. Мы ничего не знали. А сейчас мы всё знаем. Зашла в процедурный кабинет. Там две медсестры. Одна, наверное, берёт с вены, а одна колет уколы. Я, ну, так показала два вида уколов. А та, которая сидит на вене, ну, на вену делать, она говорит, а что у вас так болит, что вам Бруснёва назначила два вида? Я говорю, тройничный этот нерв. Она говорит, ой, это ж такая гадость, этот тройничный нерв. А это что меня колет? Она говорит, от него же перекосить может. А та сидит и говорит, ну, это, вот так вот, ну, это. И всё, и замяла на разговор. Вот. Что хочу сказать? Ну, я думаю, меня уже не перекосит вот так вот. На один бок. Потому что же лечение пошло. Ну, это я так думаю. А там как Боженька ваш даст. Вы же так любите говорить Боженька. Это ж ваш, он не мой. Так, девочки, что ещё сказать? Что ещё сказать? Не знаю, что сказать. Зашла я в магазин, купила бы что. Главное, что я брала 6-ти процентный творог Рогачёв. И знаю, что с Рогачёвского творога сырники плывут. Вот они никакие. Они вот сколько муки в них не сып, тесто жидкое. Но я всё равно купила и всё равно сделаю сырников. Как бы они не получились у меня, я сделаю сырничка. Купила пачечку масла Бабушкина Крынка. 82,5%. 82,5%. Кстати, у меня сегодня изжоги не было. Я на чёрный хлеб намазала масло. Это было 7 часов утра. Мне надо было выпить таблетку, потому что сильно мне вот здесь вот всё болело. Вот так вот. Я выпила чашку чая с хлебом. Всегда от такого завтрака у меня изжога. Сегодня изжоги не было. Да я тогда добрячее масло на хлеб, на чёрное намазала, что вот я попила и отлично было. Так, ну что мне вам показать? 4 луковинки купила. Мне больше не надо. Ну зачем больше, если магазин во дворе и 5 бульбинок? Зачем мне, девочки? Купила вот такой сырок, если с кипяточком попить. И девочки, купила 5 конфеток белорусских. Белорусские 5 конфеток. Раз у меня сахар в норме, будем есть конфеты. Ну вот так всё вам отчиталось. Творог, масло. Всё купила. Так, что ещё хочу сказать? Что ещё хочу сказать? Не знаю, что, девочки. На улице хорошо. У меня на телефоне по рублю осталось. А тут идёт выходной день. Надо идти мне на банкомат, снять деньги и положить на телефон. Видите, какой я делаю юг-ругу? Я с карточкой иду в банкомат, буду снимать с карточки, чтобы мне потом положить в инфокиоски на телефон. Можно было в инфокиоски вставить эту карточку и не ходить на банкомат, вставить карточку и оплатить карточки. Я не умею. Я не умею. И, во-первых, я боюсь, что вдруг даже с консультантом мою карточку сожрёт этот аппарат, и не хочу я об этом даже думать. Там уже, девочки, кто-то меня опять обидел. Я тогда удалила это сообщение. Я тогда шла со стоматологией и говорю, вот, даже не за что купить талон. Иду пешком, потому что деньги на карточке, а банкомат, который сожрал 100 рублей, он не работает. А во внутрь банка я не пойду, потому что там стоят зелёные, большие, до потолка банкоматы. И я на тот банкомат опять же одна не пойду. Инструктора у нас нет, у консультанта. Они спускаются со своих рабочих мест, и там минут 15-20, если народ есть, они что-то консультируют, а потом они уходят. И мне уже написали, не прибедняйтесь, вы столько денег получаете с Ютуба. Я взяла и удалила тот комментарий. С Ютуба, девочки, я за январь, ни хрена не получила. Ютуб платит только тогда, когда набежит 100 долларов. А в январе мне набежало 70 долларов. Я вот, в этом нету телефоне, а в этом я вам покажу. И поэтому за январь я не получала. Это не, а, и она ещё пишет, не плачьте. Я всего лишь сказала, иду пешком, потому что не за что купить талон, деньги на карточке. Деньги есть, но они на карточке. И снять с банкомата я боюсь, с других банкоматов. А она уже пишет, не прибедняйтесь, хватит плакать, аж противно. Я её херат туда пошла. Вот так. Нельзя ничего сказать вам. Так, так что надо идти мне снять карточки сегодня и идти в сберкацу положить в инфокиоск. Можно, конечно, было всунуть карточку, но я не умею так делать. Люди вставляют карточку, оплачивают, потом карточку вынимают и пошли. А мне, видите, надо сделать двойную работу, потому что это я. Я опять одна. Я опять ничего не знаю. Так, ладно. Так. Так. Телефон у меня. А вообще-то я вам покажу. Вот написано февраль. Февраль написано 76... Нет. Январь написано 76 долларов 11 центов. Вот. 76 долларов 11 центов. Видно вам? Вот. Видно вам? Было видно. Так что за январь я ничего не получила. Вот. Январь 76 долларов 11 центов. Январь 76 долларов 11 центов. Так что, девочки, не надо мне говорить, что я ой-ой-ой как получаю. Просмотров много, но... Ладно. Не буду говорить. Так. Давайте посмотрим. Вышел же ролик. Что вы мне там написали? Я даже не знаю, девочки. Ой. Так. Комментарии. Так. Так. Так, так, так. Здесь такого ничего нет. А, света вывела на чистую воду лгуна этого Адама, да? Так я его знаю. Мы с ним долго, девочки, с Адамом перезванивались. Мы с ним перезванивались. Он такой мужик, что он даже расскажет, как он с бабой спит. Что он ей делает и как он с ней спит. Это вот такой мужик, да. Так, 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 так. Света, если есть интерес к Виктору, нужно по видаться и встретиться. Поговорите, и все станет на свои места. Ну, как? Ну, что я буду к нему напрашиваться? Ну, пусть еще хотя бы и неделя пройдет. Может, напрошусь. Так. Света, а ты иди погуляй с этим Адамом. Для прогулки-то он сгодится. Тоже сочини ему, что ты Люся Фрося. Так он же меня знает. Ай, что-то вы тут пишете такое все, что нельзя обсудить. А я думала, что вы выше ростом метр шестьдесят. Нет, девочки, метр шестьдесят. Я малая ростом. Я когда вот свои колготки снимаю, вот так вот ставлю перед собой, у меня короткие ноги. У меня короткие и толстые ноги. И поэтому мне штаны некрасиво. У меня ноги короткие и очень-очень толстые. Ну, есть же хорошие мужики, но вы к чему-то все равно прикопаетесь. Нет идеальных. Девочки, ну не могу я с этим прооперированным быть. Семьдесят четыре года. Он не будет соответствовать моим интересам тоже. И мне к нему не тянет. Вот он вчера операцию сделал, да. Я ему не позвонила. И он мне не набрал. То обычно, когда заблокированный тебе набирает, стоит его номер, кружочек. Вот такой. А кружочек перечеркнуто. То есть он в блоке. А он у меня в блоке. А Виктора я вчера телефон нашла вот здесь вот. Вот. Вот так вот жмякала. Вот здесь вот. И выскочил номер его на пятьдесят шесть. Так что вот так. Света, у вас по росту лишнее двадцать пять килограмм. А здесь уже что пишет? Да ладно вам. А так и не скажешь. Очень гармонично Света смотрится для своего возраста. У вас, у вас сколько лишних килограмм пишут? Какие лишние двадцать пять килограмм? Для ее возраста семьдесят семьдесят девять килограмм вполне нормально. Какие семьдесят девять? Ну, девочки, вы знаете, почему я смотрюсь гормонально? Потому что у меня малая грудь. У меня малая грудь. У меня грудь первый размер. Первый размер, это я уже покупаю немножко побольше. Второй размер, чтобы уже было посвободнее. И то я покупаю второй размер вот-вот. Вот последние годы. Последние три-четыре года. Так у меня было все время первый размер. И живота у меня нет так такового. Нет, висит немножко маленький живот. Ну, так это же не без этого. Два раза рожал. Если у женщины большая грудь и живот выпирает, тогда да. Тогда, девочки, женщина выглядит грузной. Просто грузной. Даже если у нее ножки будут тоненькие, вот. И на ней не будет никакого такого складок жировых. Тогда она будет выглядеть полно. А если маленькая грудь и нет живота, и ты вот здесь вот плоский. Думаю, что мне так жарко, блин. Фух. А если у тебя маленькая грудь и нет живота, и ты выглядишь плоским. Ну, девочки, метр шестьдесят рост. Вы что хотите, чтобы я была шестьдесят килограмм доходяга? Шестьдесят килограмм. Представляете, это как ученица десятого класса. Шестьдесят килограмм. Зачем мне быть в таком возрасте? Кстати, даже в таком возрасте некрасиво, если идет такая женщина, и на ней вес пятьдесят пять-шеесять килограмм даже и некрасиво. Девочки, жопы у нее нет. Живота у нее нет. Она даже не смотрится. Может быть, в каких-то ботфортах, где-то в ресторане, в коротеньком платьице, она будет и смотреться. А вот так вот повседневно некрасиво худощавая женщина смотрится. Женщина должна быть вот немножко что-то на ней подвисать. Подвисать, девочки, должно. Вот уже когда я куплю себе... Ноги, как беру, брат, с колготки, я говорю, дайте мне шестерку. Она говорит, а кому вы берете? Я говорю, себе. Она говорит, шестерку. Я говорю, да. Потому что длина колготок конта растягивается на толщину ног. Если я возьму пятерку, мне не хватает длины колготок, чтобы натянуть на ноги. А вот моя сменщица, она ходит в четверке. 72 года, она ходит в четверке, потому что у нее ноги не толстые. А у меня ноги очень толстые, девочки. Так, хватит про ноги, про попу. Все, тут больше не на что ответить вам, девочки. Снега навалило выше крыши. Ну что, девчонки, ладно. Играть с мужиками значит разводить на бабки и кидать. А Светлана даже навстречу не пошла. Какая тут игра. Девочки, я только вспомню, что мне надо идти на свидание. Вы знаете, как нудно, как трудно ходить в нашем возрасте на свидание. Ну это сейчас еще пальто надел, сапоги. Какие у тебя там сапоги, никто не будет смотреть, в каких ты пришла. Потому что зима. А летом? Подбираешь юпочку к блузочке, подбираешь сережечки. Делаешь прическу, чтобы ветер не раскидал тебе. Вот так вот чуб, чтобы не раскидал. Ой, девки, это так трудно ходить на свидание. Я, наверное, запомню на всю жизнь, как моя Ирина сказала. Мама, мы целый день готовимся на свидание. А потом, когда к ним придешь, а им все равно, в чем мы пришли и как мы пришли. Вот моя Ира. Отрабатывала в магазине. Приходит. Значит, соест. Голову помоет. Что-то такое брала гель. И вот так вот волос длинный у нее был. Она так вот, волос, жмяк, 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 жмяк. Нажмякает. А они-то от гели засыхают. И получается, как завивка. И она вся, как Анжела Дэвис. Вот так вот вся. Или Алла Пугачева. Вот. Ей было красиво. Стрелки намажет и пошла. А потом однажды приходит и говорит, мама, мы к этим козлам собираемся. А им все равно, в чем мы пришли. Вот запомню я на всю жизнь ее выражение. И она с таким вот, говорила, упадническим настроением, потому что девочка старалась. И кофточку новенькую, и джинсики, и причесочку. А им все равно, хлопцам. Хлопцам все равно, в чем к ним подошла девка. Мне вам доказывал, что аж прилив пришел. Форточку открыла. Все, девчонки. Пока я отключаюсь. Еще один комментарий. Вы Василия заблокировали при нас. Он не может набрать. Он может набрать. И у меня высвечиваются заблокированные люди. Не только Василий, а остальные. Он набирает, но звонок ко мне уже, как сказать, он поступает, но телефон не принимает. И высвечивается кружочек с полосочкой. Я вот вам покажу. Дай Бог, чтобы мне кто-то из заблокированных набрал. Как мне только кто-то из заблокированных наберет, я вам покажу. Девочки, вот кто мне там спорил, если человек заблокированный, то он не позвонит. Вот последнее, вот телефон, и вот я показываю вам. Вот номер. Видите кружочек? Кружочек перечеркнутый. Видно вам? Звонил. Вот он, кружочек перечеркнутый. Звонил этот с больницы. Несохраненно написано. Вот его номер. Василия. А вы мне говорите, что он не позвонит. Если он заблокирован, он не позвонит. Заблокированные люди звонят. Просто, как вам сказать, телефон не берет звонок. А звонок поступает от заблокированного. Ну, вы поняли? Или вы не поняли? Или вы будете со мной спорить? Ой. Телефон. Последнее. И вот номер. Вот номер с кружочком перечеркнутым. Видно вам? Это я закрыла номер телефона. Вот. Вот что значит блок. Сегодня вверху написано. Ой, девки, девки. Как же вы меня достаете. Как же вы мне дороги. Йоколе мэне. Вот номер телефона. 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 Продолжение следует...